Доброе утречко! У нас уже апрель и я каждый раз снимаю какое-то видео о комнатных растениях в текущем месяце. Но вроде как бы и нечего показывать, ничего за это время особенно не изменилось. Почти все так, как есть. Ну, разве что вам приятно побыть со мной немножко. Поэтому начинаю, как всегда, цветочное видео о комнатных растениях в апреле, на этот раз 2020 года. Они не знают, что у нас режим изоляции. У них всегда режим изоляции от внешнего мира. Ну что ж, посмотрим, что тут растет, цветет. Может быть хоть что-то новенькое появилось с прошлого раза. Мухонька, самое главное, затворница у нас, которая не любит гулять, когда холодно или неприятно или мокро. Но сейчас уже начинаются прогулочки. Уже все-таки у нас весна на дворе. На следующей неделе обещали градусов 17. Вот тогда, муха, будешь бегать и худеть. Из новостей. Сажала семена мимозы. И, в общем-то, совсем не так давно я рассказывала, что мне подарили семена мимозы. Посадила их вот так кучно, все вместе. Думала, ну, взойдет, не взойдет, потом все равно можно распикировать их туда-сюда по разным горшочкам. Ну, вот буквально где-то дня за 3-4 они вот так вот замечательно выросли, поднялись. И теперь у меня тут целая поросль. Богатейшие мимозы. Надеюсь, они разрастутся и будут эти красивые листики, которые будут реагировать на прикосновения. Собственно, ради этого я их и решила завести и показать, как это все происходит. Самое было интересно. Тут хирита отсвела. Слежу за невнимателем. Мне кажется, на ней какой-то появился вредитель. Буду обрабатывать. Тут очень красивая такая шоколадная эписция. Такого цвета, темно-коричневого. И она еще бархатистая. Вот как началось тепло, она так хорошо пошла в рост. И скоро, надеюсь, зацветет. Но какие у него будут цветы, не знаю. Потому что она мне в прошлом году досталась росточком, но не цвела. Посмотрим, что будет в этом году. Новые листики хамедорея выпускает. Это замечательно. Она мне тоже в прошлом году переболела. Тоже на нее напал мучнистый червец. И вот единственная спаслась октарой. Проливала ее землю. Брызгала. Как будто бы в этом году все нормально. Вот так. Где постучать по дереву? По какому бы дереву постучать? Давайте постучим по фикусу. Это же все-таки дерево. Здесь все без перемен. Коршок для него, конечно, наверное, уже маловат. Потому что вот я отойдусь, сейчас покажу, какое это уже большое такое древо на подоконнике растет. Но если пересаживать в еще более большой горшок, он будет тяжелый. И, наверное, уже на подоконнике его не очень хорошо будет держать. Оставить, собственно, некуда. К сожалению, вся полезная площадь, это вот окно в комнате, окно на кухне, это восточные окна. Как-то приходится обходиться вот этой территорией. Раньше я тут занимала еще какие-то свободные поверхности. Ставила здесь на кресло доску, на нее ставила цветы. Но потом решила, что все-таки это уже чересчур. Растения прекрасны, но когда они уже мешают нормально существовать самому хозяину, человеку в квартире, наверное, стоит немножко их ограничить. Поэтому в этом году занялась суккулентами. И вот здесь у меня такой суккулентный садик. Ничего особенно редкого или какого-то суперинтересного нет. Все такое обычное, что можно купить в магазинах. Такая традисканция Рео красивая. Здесь росточек тоже наконец-то нам начала расти замечательно, потому что с прошлого года она еле-еле там душа в теле. Но наконец-то она решила, что пора нас порадовать. И все бурно бросилось в рост. Фиалочек оставила мало. Только тех, которые, возможно, зацветут. Если не зацветут, то тоже раздам, потому что они меня не любят. Они иногда хорошо растут, но чтобы их довести до цветения, это нужно, наверное, больше знаний или больше внимания им оказывать. У меня самое лучшее, что растет, это различные тропические растения, которые любят влагу, которые не боятся залива, потому что я скорее заливальщица, чем та категория людей, которые как раз очень поливают мало. И от них растения тоже страдают. Надо найти какую-то свою удобную для растений норму полива, а это не так легко сделать. Вот отнесла на другую квартиру большой куст душистой пеларгонии, оставила себе вот такой вот росточек, воткнула в землю, но как-то прижились. В воде они могут стоять очень долго, они стоят-стоят, корни не пускают, поэтому я стала их прямо в землю сажать. Тут у меня приехали два сортовых калеуса. В прошлый раз рассказывала и забыла, как они называются, потому что вспомнила про кодиум, кротон, которые более, конечно, эффектные и интересные, а это всегда считалось для, ну, людей с меньшим достатком, если так можно выразиться, потому что более доступно, легко сеется с семенами, размножается, окраска тоже самая разнообразная, цветная. Вот у меня такой, ну, нельзя сказать дешевый заменитель, конечно, нет. Ну, просто более доступное растение, потому что кротон и кодиум, их сложнее там размножать, и если покупать, они стоят намного-намного дороже. Здесь два сорта, немножко похожи друг на друга, это более такие резные листочки. Посмотрим, я уже прищипнула верхушечку, посмотрим, будет ли он теперь усиленно ветвиться, потому что слишком большие растения, тоже хочется каких-то компактных цветочков. Здесь на полочке компактные пейсцы, но если сейчас им понравится это место, они тоже начнут довольно быстро расти. И здесь у меня несколько сортов каких-то именно сортовых пеларгоний. Посмотрим, что будет, когда они зацветут, пока рано говорить, но растения начали очень активно и хорошо. У меня их несколько, сразу видно, какие-то покрупнее, занимают больше места, какие-то поменьше, но будет видно, как там будет дальше. Здесь, по-моему, у меня калерия, кажется, или синигия, так, возможно, синигия все-таки. Красивые будут колокольчики такие розовенькие. Убрала подальше от окна бегонию, потому что в прошлом году она стояла на подоконнике, и было так много света, что выцвели у нее буквально листья с этой стороны, а с той стороны они были ярко-красные, и, конечно, это было эффектно вот так вот смотреть на красные листья, но я понимаю, что абсолютно некомфортно для растения было. И теперь, когда я еще ее тоже почеренковала, и она вот там от места, где была срезана верхушка, начала еще выпускать, и эти листья уже, как видите, не такие яркие, но зато вот эта сторона более здорово выглядит, то есть они не выгорели, а эти так и не восстановились, так они и остались такими светленькими, и здесь вот тоже есть новые листья, старые, и видно, какая между ними разница. Мой любимый, любимый, поэтому название, вылетело из головы. Замечательно! Мне надо вообще все написать, и не позориться перед вами. Вот здесь у него тоже, это спаржа, это спаржа, так называемая. Вот здесь веточка новая, и она большая, длинная, и тоже растет хорошо, переставила поближе к окошку, стояла на столике, но где можно, только я там, конечно, растения ставлю. Начеренковала, вот это деревце любви, айхеризон, как-то так называется. Теперь сам большой кустик, в общем-то, наверное, будет искать нового хозяина, потому что я оставляю черенки, они разрастутся к концу лета, и будут такими же большими деревцами. Вот буду куда-то его уже, наверное, перемещать, потому что, как видите, он занимает очень много места. Он из маленького росточка, он разрастается, выпускает много вот таких боковых побегов, и становится очень кустистым, красивым, хорошо формирует вообще вот эту кустистость, и так равномерно. В общем, замечательное растение, мне нравится, оно так всегда поворачивает свои листочки к свету. Пьют у меня довольно много воды, потому что в маленьком горшочке. Поэтому, хотя это тоже, я так понимаю, какой-то суккулент, но, тем не менее, воду он пьет как какое-нибудь листовое растение, то, что площадь испарения довольно большая. Ну, вот так вот. Потрогала, все потрогала. Дезинфицировать не буду руки после этого. Все родное, все свое. Так, и давайте, наверное, тогда переберемся на кухню, потому что здесь у меня в глубине особо тоже показывать нечего. Ну, вот тот же хлорофитум, как он был, так он и растет. Замечательно выпускаю новые листья, хотя он и стоит довольно далеко от окошка, но, наверное, это не самое плохое для него место. Новый листочек выпустил фикус лировидный, ну, такой маленький совсем. Вот. В целом, он где-то потерял за зиму, наверное, пару листов, но все же место это ему как будто бы, если и не нравится, то устраивает. Спатифилум цвел, зимой почему-то цвел, сейчас не цветет, стоит далеко в тени, но, как видите, довольно теневыносливое, не скажу, что тенелюбивое растение, но теневыносливое, то есть совершенно спокойно может вот расти и плохо себя при этом не чувствует. Ну, и тут аквариумы рыбки, там тоже много растений, я обещала как-то снять более подробное видео про этот релакс, маленький кусочек моего мира, где я люблю зависать и смотреть, потому что там очень много сейчас мальков вылупилось, я с интересом за ними наблюдаю. И тут у меня теперь только одни гупи живут. Какие-то водоросли тут так наросли, я их все время ничьито и убираю, убираю, но их все равно много, но зато в них малькам хорошо прятаться. Поэтому выживают все, даже самые микроскопические, они всегда могут вовремя спрятаться и никто их не съест. Миры подводные посмотрели, опять миры надводные. Ну, тут тоже, в общем-то, все как бы и без перемен. Фатсия. Побрызгала ее сегодня, но, писать она то, что вода мягкая, она оставляет такие вот на листьях пятнышки. Не нравится мне это, наверное, буду просто или под душ вообще-то глобально, не брызгать, а именно под душ. Мне кажется, ей это вполне приятно, но хочется, чтобы и листья тоже выглядели декоративно. А так, в целом, она растет, выпускает новые листочки. И вот, было куплено пауценки, но пока чувствует себя прекрасно. Посмотрим, что будет дальше. И перебираемся уже ближе к окошку. Вот здесь это срезанная верхушка, которая от бегонии у меня. Вот это точно калерия должна быть. У меня немножко другие листочки. И вот такие вот маленькие цветочки. Здесь на верхушке их много. Так что еще порадуюсь цветению. Стоит на укоренении сциндапсус, который вы правильно обозначили как в сорт неон. Вот такой вот. Пока еще корешки не пустил. Укореняла. Надеюсь, они уже укоренились. Такой вот. Сейчас покажу подробнее тоже. Я ее называю традисканцией, но возможно у нее есть свое какое-то еще название. Она фиолетовая. Сейчас она не фиолетовая. Но потом будет стоять на солнце и будет становиться все ярче и ярче. Она сильно за зиму вытянулась. Я ее сажала сразу в землю, обрезала, посадила в землю под пакет. Надеюсь, все в порядке. И вот здесь у меня укорененные. Тоже надеюсь, что укорененные. Может, еще не укорененные. Вот эти маленькие деревца любви. Их много кто-то да приживется. Там сложно же добираться. Тоже два красавчика, которые недавно были приобретены. Пока еще их ни в какие садики не оформила. Здесь тоже какая-то уже не сортовая простая пеларгония. Но цветет очень красиво. И что-то мне перестало нравиться, как она себя чувствует. Она стала желтеть листья понемножечку. Волнуюсь за пахиру. Надо будет почитать. Хотя она и выпускает новые. Вот здесь видно детки. Но что-то ей не нравится. Я сейчас поливаю немного удобрениями. Смотрю, как будет. Потому что это деревце, конечно, очень классное. И хотелось бы, чтобы оно росло так же хорошо, как в прошлом году. Но, возможно, нужно пересадить. Горшок у нее, кстати, небольшой. Возможно, нужно пересадить. Здесь куча мала, как всегда. Потому что любое место пытаюсь приспособить. Но, наверное, не для всех растений это хорошо. Слоновья нога. А под ней растет мурая. И здесь вот поставила поближе к свету. Потому что вижу, что она вытягивается. Тоже какая-то калерия. Видимо, укореняется, дает корешки. И уже дала корешки. Надо сажать. И пицца я тоже черенковала. Потому что за зиму они... Ну, многие у меня вытянулись. Света не хватало. Подсветки специально не было. Это драцена, как оказалось. Спасибо за подсказку. Вот стоит тоже, пытается укорениться. Была под пакетом. Сняла пакет. Может быть, поставлю обратно. Потому что под пакетом, мне кажется, она чувствовала себя немножко покомфортнее. Такой интересный сорт. Не видела такой драцена. Ну и любимая араукая растет. Там наверху тоже и пицца в горшочке. Вот так теперь подвешена. И хоя, которая никогда у меня не цветет. Не хочет она цвести, но прекрасно растет. Если она зацветет, это для меня будет прямо праздником удивления. И тут такие сборные солянки, которые я очень давно уже собираюсь рассадить. Потому что пока они были маленькие, им было тут хорошо. Теперь им уже здесь очень тесно. Здесь и папоротник, и спотифилум, и фитония. И если вы чего-то не увидели, это значит, что я раздала. Я очень много раздала растений. Ну, кое-что переехала на другую квартиру, но там условия не очень. Там север и юг окна, где север, там уже само по себе понятно, что света не хватает. А где юг, его тоже не хватает, потому что впереди парк, и деревья летом загораживают полностью свет. Так что оказалось неудачное расположение дома, скажем так. Не окон, окна-то ладно. Расположение дома не самое удачное. Ну и здесь вот как рост, так и растет. И как на улице потемнело, большая туча набежала, поэтому стало как-то очень темно. Поэтому надо мне заканчивать. И здесь тоже, очевидно, какая-то дроценка такая интересная. Тоже никак не могу ее пересадить. Вы еще более удобный горшок. Вот один раз пересадила, но нужно, наверное, сделать это неоднократно, потому что у нее большая площадь тоже листьев, такой размах. В общем, тоже хочется ее пристроить куда-то в более хорошие условия. Ну, вот пока так тут. Мучается на холодильнике. Говорят, на холодильнике плохо растения держать. Что-то там какое-то излучение, не излучение, но что-то мешает. Ну, вот примерно такие у меня. Даже не могу сказать новости. Новостей никаких нету. Растений много, а новостей нету. И, как всегда, какое-то, наверное, заключительное слово попрощаться, сказать что-нибудь хорошее для всех тех, кто увлечен цветами. Потому что сейчас это тоже выручает, когда особенно много выходить не приходится. И есть всегда чем заняться. Ну, только вот у меня закончилась земля, нужно куда-то пойти купить землю. Сейчас уже не стоит вопрос накопать где-то во дворе, потому что никто уже этим не занимается. Но были времена, я помню, когда никакой земли не продавалось, и мы копали, сажали и удобряли, чем придется, какими-то банановыми шкурками, там, не помню уже, чем еще мы удобряли, когда не было никаких специальных удобрений. В общем, занимаюсь как могу, чем могу. Результат, вы видите, ничего такого сверх, но приятно. Можно посмотреть, зелень какая-то, и это радует. На улице еще, там, надо ждать цветения, а дома уже хоть что-то растет, и такое живое, и ты чувствуешь себя не совсем в этой ситуации запертым. У тебя свой маленький, тут, собственно, райский сад. Так что желаю вам, разводите цветы, наслаждайтесь, получайте это в удовольствии. Всего хорошего, пока-пока, до новых встреч.